Музыка Красивая форма и статная фигура всегда вызывали восхищение девушек и зависть мужчин. Год от года профессия военного не теряет своей актуальности и престижа. О нюансах службы выпускникам колледжа и техникумов рассказали на социально-патриотическом форуме «Военная служба по контракту. Твой выбор». Более 400 молодых людей смогли задать свои вопросы и познакомиться с нюансами различных видов войск. Наша техника намного дешевле и лучше западных аналогов, но ей управляют солдаты и сержанты. Поэтому солдаты и сержанты должны быть хорошо образованы и хорошо подготовлены. С 1 мая 2017 года в силу вступили изменения законодательства, согласно которым теперь молодые люди, имеющие общее среднее образование, могут вместо одного года службы по призыву пройти ее по контракту в течение двух лет. При этом молодые люди предпочитают служить как в родной Рязани, так и в далеких регионах. Однако вопрос служить или не служить для многих из них не стоит. У меня все знакомые, друзья прошли службу, и они не жалеют, они говорят, что это надо в жизни. У меня тоже родственники все, друзья, знакомые отслужили, все говорят. И самому хочется уже быстрее окончить учебу и в армию. А на кого учатся? В программе и в зонной системе. Жесткий режим дня и большие физические нагрузки не пугают ребят. В прошлом году служить по контракту решили 840 рязанцев, а в этом году уже более 250 человек. Перед распределением военнообязанным нужно пройти несколько тестов. Самое важное – это медицинское обследование и уровень физической подготовки. Во многом от этих критериев зависит, в какую часть попадет будущий солдат. Поэтому готовиться к сдаче нормативов начинают заранее. Подтягивания, отжимания, кроссовый бег, километраж. Проходим подготовку, даже в колледже нас готовят к этому. Не менее важны профессиональные навыки и моральная устойчивость. В современной армии построить карьеру можно в совершенно разных сферах, начиная от парикмахера и повара и заканчивая радистом или программистом. Помимо сложной техники и передовых разработок в области оружия, военным приходится иметь дело и с техническими новинками. Например, электронными личными делами. В прошлом призыве мы начали выдавать пластиковые электронные карты или персональные электронные карты, это правильно называется. Много информации на ней записывается, оформляется все и в часть передается вместе с призывниками. Потом они к нам возвращаются с этими электронными картами, где информация пополняется, как они там служат, службу проходят. Поэтому квалифицированные кадры, знающие язык какого-либо ремесла, так востребованы в современной армии. А повысить свое мастерство контрактники могут в военных вузах параллельно со службой.